1 июня и для детей из воскресной школы начались каникулы. В храме Владимирской иконы Божьей Матери решили этот день сделать для детей запоминающимся и организовали для них кулинарный конкурс. Взрослые долго думали, каким образом отметить окончание учебного года и приняли решение устроить для воспитанников воскресной школы необычный, красивый и запоминающийся кулинарный праздник, носящий соревновательный характер. Кто лучше, может приготовить именно командно какое-либо блюдо. Ну и, естественно, жюри уже потом оценит, и уже будут награждения, сюрпризы, места. Любой конкурс подразумевает какое-то награждение, выявление лучшего повара, так скажем, кондитера. Но больше мы хотели показать, не показать даже, а увидеть в них, насколько они дружны между собой, насколько они могут работать в команде, насколько они могут друг друга просто поддерживать, потому что это церкви не чуждо, наоборот, церковь к этому призывает, чтобы мы все были как один организм, как одна большая семья. Вот сегодня мы, дай Бог, увидим это семейное проявление между ними. Детский конкурс «Салатник» провели между четырьмя командами примерно по четыре человека в возрасте от пяти до четырнадцати лет. Команды разновозрастные, поэтому, кто постарше, опекали младших, а те, в свою очередь, старались быть максимально полезными. Многие мальчишки и девчонки частенько крутятся на кухне, стараясь помочь маме в приготовлении семейной трапезы. Именно для таких любопытных поварят создан этот конкурс. Сегодня они могут почувствовать себя настоящими шеф-поварами, не только приготовив блюдо, но и украсив на свое усмотрение. Понравившийся рецепт ребята выбирали сами в интернете или узнавали у взрослых состав того или иного вкусного салата. А вот оценить их вариант исполнения блюда предстояло жюри, возглавил которое настоятель храма отец Алексий, повар прихода Галина Егоровна и руководитель воскресной школы Людмила Александровна. Название конкурсных групп определил жребий капитанов команд. А чтобы задать веселый тон, конкурс начали с гастрономической игры. Сейчас вам завяжут глаза и каждому дадут попробовать на вкус овощ. И вы должны определить, что это за овощ. То, что игра была экспромтом, подтвердил тот факт, что не все игроки смогли с легкостью отгадать продукт, предложенный на дегустацию. Такой интересный, вкусный приворот. Вы должны угадать, что это. Что это? Можешь даже описать вкус, каково это на вкус. Это все готово, они ретикируют. Рот открывай. Лапа дает. Рот открывай. Ну? Ну что-то соленое. Соленое. Нарковка. Нарковка, колбаса у нас известны. Что кислое? Киви. Да, молодец. Илья. Не репетировали? Не репетировали. Распознать солоноватую на вкус маслину Илья не смог, а со второй попытки легко узнал банан. Победила Ася, самая первая определившая и назвавшая вареную морковку. Пока дети выполняли требования гигиены, мыли руки, повязывали фартуки и надевали шапочки, ведущие развлекали гостей конкурса и жюри викториной на кулинарную тему. Дети подсказывали. Национальный грузинский сад. Крабчок. Что можно приготовить, но нельзя съесть. О, здрасте, приехали. Что? Приготовить нельзя съесть. Учебники в школе. Почти. Боже, молодец. Уроки. Пока взрослые блистали эрудицией за соревновательными столами, закипела работа. Ребята распределили обязанности и стали реализовывать план меню. Это будет салат мимоза. Сами придумали уже, какой у вас будет салат? Ну, как сказать. У нас из рыбы, у нас получается рыбный салат будет. Консерва сайра, лук, картофель, морковь, заправка, майонез. Салат с военой. То есть он будет делаться слоями. Маленькие ручки чистили, шинковали, нарезали кубиками нужные ингредиенты. Причем это были не только овощи, но и любимые многими гурманами фрукты для салата. Фруктовый микс. Что входит в салаты, какие ингредиенты? Груша, киви, банан и апельсин, и йогурт. Скажи, а ты как думаешь, это обязательный состав продуктов, или можно его варьировать, как-то добавлять что-то другое, новое? Ну, можно еще добавлять что-нибудь. Тебе самой интересно готовить это? Да. А попробовать уже не терпится? Если для салата мимоза продукты шинковались на терке, то для главного блюда новогоднего стола овощи измельчались при помощи ножа. Оливье. У нас будет картошка, яйца, лук, зелень, майонез, горох. Ну, особенности, не знаю. Наверное, украшения? Да. В основной взрослый состав команды «Аппетитные булочки» вошли парни. А вот салат они выбрали с необычным названием, хоть и из стандартного набора продуктов, имеющегося в любом холодильнике. Салат называется «Невеста». Он состоит из мяса, лука, картошки, майонеза и плавленого сыра. В чем особенность этого салата? Он слоеный или он… В том, что он состоит слоями, и потом эти слои накладываются друг на друга, и он получается очень пышный. А почему название «Невеста» у тебя? Какие ассоциации? Потому что потом поверх будут натираться продукты, которые будут его украшать так, как платье невесты. То есть белым цветом, и оно будет пышное. А почему вы брали именно этот рецепт? Почему на нем остановились? Потому что он просто готовится и вкусный. Опираясь на свой жизненный опыт, Илья опроверг мнение, что лучшие повара – мужчины, и похвалил мамино искусство готовить вкусности. Честно, нет, мне все-таки кажется, что женщины лучше готовят. Это из семейного уже? Да, да, из семейного. Мама, да? Какие твои самые любимые люди? Это тушеная картошка, потом рассольник и картофельное пюре. Это все готовит твоя мама? Да. В свою очередь Илья подтвердил, что готов заменить маму на кухню в выходные, помогать ей в праздники. Словом, быть ответственным и умелым, как и учат в воскресной школе. У нас по субботам проходит постоянно кружок в превоскресной школе. Дети приходят, как бы у нас занимаются, учатся, обучаем их выпекать сладости, готовить салаты, вязание, вышивание, ну и многое другое. Ну и так спонтанно как бы решили посмотреть то, чему мы их научили. Детям дано было задание посмотреть, найти по своему вкусу, по своей душе, то, что они больше всего любят, приготовить какие-то салаты. Дети поискали в интернете, выбрались, определились. И вот творят, мастерят. Ребенок должен уметь, он потом выйдет в люди, пойдет в жизнь. Где-то, да даже элементарно, дома на праздниках помочь родителям в приготовлении чего-то вкусного и порадовать своих родителей. Спустя полчаса упорных трудов ребятишек блюда приобрели законченный вид, и жюри приступило к своим обязанностям. Оценивался эстетический внешний вид салата, равномерность нарезки или укладки слоев. И, конечно, вкусовые качества. Первого места были удостоены два салата – фруктовый микс и невеста. На втором месте – оливье. Замкнул таблицу лидеров салат – мимоза. Дети получили заслуженные призы и подарки. И за общим столом попробовали и свои блюда, и те, что приготовили для мероприятия повара. Праздник удался на славу. Не зря говорят, что дети – это цветы жизни, это наше будущее. И, наверное, дай Бог, чтобы наше будущее росло, процветало в таком добром ключе, чтобы они творили много добрых дел, помогали. И чтобы вся наша страна, в принципе, благодаря этим детям в будущем, именно была как одна огромная семья, независимо от конфессии, веры, исповеданий и так далее. А на территории храма, в честь иконы Божьей Матери Владимирская, всех желающих одаривали изделиями декоративно-прикладного искусства и игрушками, выполненными руками детей воскресной школы. Каждый мог унести домой теплое напоминание о детском празднике и принять участие в молодецких играх при храме. Ну, раз сегодня праздник – День защиты детей, мы со своим клубом пришли с ребятишками организовать молодецкие игры и военно-спортивные соревнования вот на этой площадке, возле церкви. Я думаю, что мы здесь автомат разбираем, собираем, стреляем из пистолета из лазерного. Значит, молодецкие игры потом будет у нас. Бой на шашках, шапочный бой, стенка на стенку, канат. Прыгать будем через скакалки всякие разные. То есть, игры всевозможные. Ну, повеселим ребятишек.